Среди спикеров и модераторов дискуссии представители муниципалитетов, вузов, научных организаций региона, а также парламентарии из Мурманской области. Спектр тем, выбранных ими для обсуждения, широк от социальных вопросов до развития зеленой энергетики. Поскольку проекты, связанные с энергетикой Мурманской области, они действительно очень интересны своей зеленой направленности. Я напомню, что сейчас уже электроэнергетический комплекс в Мурманской области достаточно уникален. Он низкого углеродия нужен сейчас, поскольку это сочетание атомной генерации и гидрогенерации прежде всего. С вводом эксплуатации Кольской ВЭС, компании НЛ, в 2022 году мы станем еще более зелеными. То, что сегодня я услышала, это здорово. Депутат Государственной Думы говорила о наших северных зарплатах. Это действительно самый важный фактор для того, чтобы люди приезжали на север, оставались на севере. И лозунг «На севере жить» это не был пустым формальным лозунгом. Это действительно была та фраза, которая стимулировала бы, которая поддерживала, ты делаешь и движешься правильно. Поэтому тема поддержки бизнеса, которая помогает развиваться, и тема финансового благополучия наших людей, в том числе пересмотр каких-то северных надбавок, это очень важно для нас. Громко на форуме в этот раз звучали темы не только больших инфраструктурных проектов, но и вопросы экологии, создания безопасных, комфортных условий для жизни людей в арктической зоне. Дискуссионные площадки стали местом для разработки общей системы координат, критериев, обмена опытом представителей российского севера от Мурманска до Чукотки. Те приоритеты, те ориентиры, которые сегодняшние поставлены, для нас крайне важны. Например, разучено, что к 35-му году должна повыситься заработная плата в 2,5 раза. Это важно для северян, что уровень жизни увеличится на 10 лет продолжительность уровня жизни. Это тоже важно. Отмечено, что в зоне Арктики муниципалитеты должны прийти к единым стандартам. Это тоже крайне важно. И вот здесь я обязательно хочу отметить, что и выступить о том, что в этих единых стандартах должна быть интегрирована стандарт доступной среды. Понятно, что форум традиционный, но в этой традиции как раз и его суть. Потому что каждый раз, собирая здесь, представители разных регионов арктических вырабатывают повестку. И самое главное, делятся опытом, смотрят, как те задачи, которые ставились ранее, реализуются на территориях, что получается, что нет. Потому что территории непростые, экстремальные температуры, северные моря, то есть все, что сопутствует такой тяжелой работе для того, чтобы сделать наши территории комфортными. Прозванный Челенгаровским форум собрал делегатов в 11 раз. В Санкт-Петербурге он проводится с 2010 года. Петр Широбоков, Илья Комлев, Илья Бояркин. ТВ 21+, Санкт-Петербург.